Ситуация с коронавирусом в Югре остается стабильной. В реанимации с подтвержденным диагнозом находится немногим более 10 человек. Коэффициент распространения инфекции не превышает единицы. Такие данные привели на региональном оперативном штабе. Первым компонентом вакцины против коронавируса привиты чуть более 88 процентов югорчан. Полностью прошли иммунизацию свыше 856 тысяч человек. Добавлю, окружное управление Роспотребнадзора рекомендует сохранять масочный режим. Ранним утром Светлана Николаевна спешит на работу. К открытию сада она уже на месте. Впереди утренний фильтр, осмотр детей, работа с документами и проверка пищеблока. В обязанности медработника входит многое, в том числе плановая вакцинация детей и персонала, профилактика сезонных заболеваний. Выбрала я профессию медицинская сестра, потому что она востребованная, потому что хочется помогать людям, помогать больным деткам и проводить всякие оздоровительные мероприятия. Моя работа мне нравится. Прежде всего тем, что она связана с детьми, с общением детей. Да и сами ребята ко мне относятся с теплотой. Это я вижу и чувствую. Главное вовремя выявить заболевшего ребенка и провести санитарную обработку в группе. На утреннем фильтре под контролем каждый ребенок. При появлении симптомов ОРВИ или другого заболевания его необходимо изолировать и вызвать родителей. Следит Светлана Николаевна и за питанием воспитанников. Сегодня на завтрак геркулесовая каша, кладезь витаминов. Первой пробу с блюд снимает медработник. Она, к слову, и контролирует меню. Со Светланой Николаевной мы уже работаем много лет. Она очень доброжелательна, очень внимательна к детям. Систематически повышает свой профессиональный уровень, изучает специальную литературу, пользуется уважением среди сотрудников, родителей и воспитанников нашего детского сада. Светлана Николаевна уже больше 11 лет трудится в детском саду. Говорит, следить за здоровьем детей – дело важное и нужное. Здесь необходимо найти подход к каждому ребенку, работать с родителями и воспитателями. Моя работа заключается в том, что нужно постоянно соблюдать план профилактических мероприятий, плановые осмотры детей, осуществлять контроль за организацией питания детей, составлять меню, осуществлять контроль за санитарным состоянием пищеблока и за прохождением медицинского осмотра всех сотрудников учреждения. То есть работа медицинской сестры детского сада больше профилактическая, направленная на укрепление и сохранение здоровья детей. Также Светлана Ермакова следит за уголком здоровья, регулярно актуализирует информацию. 12 мая она, как и все ее коллеги, независимо от места работы, будет принимать поздравления и слова благодарности за важный и самоотверженный труд на благо здоровья земляков. Катерина Третьяк, Алена Новик, Александр Быруля, телевидение Нижневартовского района, Новоаганск. Специально для Югра-24. Для тех, кто перенес коронавирус, существует особая углубленная диспансеризация. Она отличается более широким спектром исследований, в том числе лабораторных. При необходимости таким пациентам делают УЗИ сосудов, а также компьютерную томографию и МРТ органов дыхания. При выявлении патологии пациента направляют к узкому специалисту. Углубленная диспансеризация необходима для того, чтобы отследить, проконтролировать отдаленные осложнения у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. И чтобы эти люди находились под наблюдением, не пропустить начало заболеваний, которые могли быть спровоцированы этой инфекцией. Ну и для выявления факторов риска. Для того, чтобы пройти углубленную диспансеризацию, после перенесенного ковида должно пройти не менее двух месяцев. Особо она рекомендована людям с серьезными хроническими заболеваниями, поскольку они в группе риска. За прошлый год специальные обследования прошли около 600 горожан. В этом году уже тысячи. Сколько прошло после того, как переболели коронавирусной инфекцией? Семь месяцев. Семь месяцев. Количество людей увеличилось. Многие узнают свои результаты и говорят, что благодаря диспансеризации нашли какие-то патологии. Кал на скрытую кровь бывает положительной. Также маммография приходит с патологиями. Тем, кто коронавирусом не болел, медработники тоже советуют подумать о здоровье и прийти на диспансеризацию. Только не углубленную, а общую. Ведь именно во время всевозможных медосмотров нередко обнаруживают весьма коварные недуги. В прошлом году выявлено 17 случаев гипертонии. У 8 человек сахарный диабет. У 5 пациентов онкология. Мы всех приглашаем на проведение данных мероприятий. Кабинеты запуска у нас работают в 1-й и 2-й поликлинике. В 1-й поликлинике это 130-й кабинет, во 2-й поликлинике 114-й кабинет. Для улучшения доступности мы продлили график работы. На сегодняшний день, в будние дни, эти кабинеты работают до 8 часов вечера. Общую дисмансеризацию реально пройти за неделю, брать отгулы не понадобится. Только за прошлый год ею воспользовались почти 17 тысяч нефтеюганцев. Инна Новикова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Югорчане смогут провести время с удвоенной пользой. Жители округа приглашают присоединиться к плогингу. Напомню, это экологическое движение, когда во время пробежки еще и собирают мусор. Такие забеги в нашем регионе организуют уже третий год. Нынешний входит в программу международной акции «Спасти и сохранить», сообщает Юграэкология. В каждом муниципалитете выбирают популярные у жителей маршруты. К примеру, в Ханты-Мансийске забег с мусорными пакетами стартует на территории археопарка. В Покачах горожане наведут порядок на озере Голубое. В прошлом году более 2000 югорчан собрали свыше 100 кубометров мусора. Добавлю, общий окружной плогинг состоится 28 мая. Вспышка африканской чумы свиней произошла в садовом товариществе нашего города. Опасности заражения для людей нет. Болезнь смертельна лишь для животных. В радиусе угрожаемой зоны находятся два крестьянско-фермерских хозяйства и четыре личных подсобных с общим содержанием свиней 127 голов. Специалисты проводят ряд мероприятий по ликвидации очага и предотвращению распространения болезни. Поступил звонок в ветеринарный центр о том, что в лично подсобном хозяйстве пал один поросенок. Незамедлительно были приняты меры. Выехали ветеринарные специалисты в хозяйство. Провели все необходимые мероприятия для отбора проб и направления в лабораторию проб. В дальнейшем диагноз африканская чума свиней подтвердился. Алгоритм действия – это в первую очередь будет ограждение эпизотического очага. Определены уже в зоне эпизотического очага в радиусе 10 километров хозяйства, в которых содержатся свиньи. Будет проводиться дезинфекция, отчуждение свиней, убой бескромным методом и все соответствующие дальнейшие мероприятия. Предупреждение – карантин. На въезде в садовое товарищество. Все автомобили подвергаются полной дезинфекции. Ветеринары обходят каждый дачный участок. Хотим поинтересоваться, содержатся ли у вас свиньи? Нет. Нет. Очень хорошо. Вы, наверное, слышали о том, что в ягоде зафиксировали случай африканской чумы свиней. Это заболевание опасное для свиней или диких кабанов. Но летальность 100% вакцинации, лечения на данный момент вы его не предусмотрены. То есть мы хотим вам дать вот такую памятку, ознакомление. Курирующая работу по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды и объектов животного мира, заместитель губернатора Югры Ольга Элитова прибыла с проверкой по исполнению оперативного плана ликвидации африканской чумы свиней. Она отметила, что треть всех необходимых работ в ягоде была выполнена незамедлительно. Это действительно серьезная эпидемия, которая предполагает вспышка, ликвидацию всего поголовья восприимчивых животных в угрожаемой зоне. Также устанавливается наблюдаемая зона. К сожалению, в нашем случае угрожаемая зона – это вся территория города Нягань. Карантин был установлен у нас распоряжением губернатора округа. Были реализованы оперативные планы. Я хочу сказать, что мы в кратчайшие сроки выполнили все пункты этого оперативного плана. И надеюсь, что сегодня, пошли вторые сутки, мы заканчиваем уже второй этап выполнения всех мероприятий. И дальше переходим уже на профилактические наблюдательные мероприятия. По становлению губернатора в городе введен 30-дневный карантин. По всем вопросам няганцы могут обращаться в филиал ветеринарного центра. Телефон для справок 5 10 06 или 5 83 85. Оружиан Тулеш, Александр Агеев, Няганский телеканал, специально для телеканала «Югра». Югорчане активно пользуются возможностью пообщаться с властями в соцсетях. В прошлом году в личные сообщения в аккаунтах губернатора округа Натальи Комаровой пришло более 4,5 тысяч обращений. Востребованы у аудитории и прямые линии главы региона. Приоритет работать по принципу «сказали-сделали» и оперативно реагировать на запросы людей, цитирует Наталью Комарову «Центр открытый регион». Уже более 70 российских губернаторов открыли страницы в Телеграм и во ВКонтакте. Кстати, последние, помимо стандартного функционала, внедряют такие опции, как голосование за благоустройство или получение госуслуг. Югорской молодежи помогут с развитием карьеры. План мероприятий посодействует трудоустройству, утвержден на заседании окружного правительства. Внесены поправки в соответствующую госпрограмму. В фокусе формирования индивидуальных карьерных стратегий школьников и студентов, пояснила глава региона Наталья Комарова. Будут учитываться потребности рынка, проведут профориентационную работу через платформу «Работа в России». Также, согласно изменениям госпрограммы, увеличат размер финансового обеспечения, затрат по оснащению постоянного рабочего места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь финансирование составит 100 тысяч рублей. Ожидается, что это повысит заинтересованность бизнеса. Власти Югры рассчитывают, что таким образом ежегодно будет создаваться более 60 рабочих мест. Пятеро кандидатов сегодня с утра представили комиссии свое видение развития муниципалитета. Все они были заслушаны, по их программам были заданы вопросы. В итоге городской думы представили троих. Это коммунист-помощник депутата Думы Югры Алексея Савинцева Артем Аминов, исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Югорский энергогаз» Роман Ефимов, который был назначен на эту должность 1 марта 2022 года, и председатель городской думы Алексей Харлов. Он был тренером по боксу, затем бизнесменом. Компания «Спецсервис» специализируется на строительстве социальных объектов и жилых домов. Избирался в депутаты 6-го созыва. В 2018 году претендовал на пост градоначальника. После того, как стал председателем думы 7-го созыва, Харлов вышел из состава учредителей предприятия. Он по количеству голосов опередил остальных претендентов. В первую очередь хотелось бы сказать спасибо депутатам за поддержку. Еще до конца не осознаю принятое решение. Думаю, что максимально приложу все усилия, чтобы город наш процветал. К работе готов, учитывая, что 7 месяцев был председателем думы. До этого 2 созыва депутатам, сейчас 7 месяцев, позволили мне видеть все слабые стороны администрации, положительные моменты какие-то. Понимаю, вижу план работы. У меня уже все пазлы в голове сошлись, поэтому вернемся через год или через полгода. Я думаю, что мы будем через полгода подводить некие итоги, которые будем озвучивать. И самое основное, хотел бы жителям города сказать, что с сегодняшнего дня, с завтрашнего администрация полностью открыта. Мы не будем скрывать никакой информации. Информация будет полностью вся, которая нужна горожанам, мы ее будем предоставлять. Максимально открыты будем для общения, для обсуждения, только для того, чтобы у нас сложилась работа качественно и на результаты. Торжественная церемония вступления в должность состоится в субботу, 14 мая. Новый глава приступит к исполнению обязанностей сразу же после инаугурации. Чтобы так чеканить шаг, нужны сотни часов упорных тренировок. Смотр строевой – это финальный этап соревнований по военной подготовке за счет спартакиада молодежи допризывного возраста. Андрей Зуев учится в 4-й школе. 11-классник, командир звена. Несколько лет участвует в спартакиаде допризывников. Особенно парню нравится строевая подготовка. Лично мне это дает какие-то новые эмоции. Это в конце концов строевая подготовка – это по большей части командная дисциплина. И это ощущается как какое-то большое командное достижение, когда все-таки получаются хорошие результаты строевой подготовки. Например, целым отрядом. Как сегодня, 7 человек, все чувствовали друг друга единым целым. И из-за этого, я считаю, у нас получилось неплохо. Перед финальным смотром старшеклассники соревновались в различных эстафетах, сдавали нормы ГТО, учились собирать и разбирать автомат. Такая работа в школах проходит в течение всего учебного года. Для данного конкурса, конкретно строевой подготовки, обязательно нужно знать, понимать строевой устав, иметь хорошую координацию. И вообще, так скажем, по физиологии не всем это дано, можно так сказать. Потому что не каждый научится маршировать, даже если с ним долго работать. То есть, я считаю, что это должно быть дано. Организаторы соревнований городской администрации – представители военного комиссариата. Они говорят, что, конечно, не все из ребят будут военными. Но для тех, кто захочет, такая подготовка пойдет на пользу. Выполнение кадетами, допризывниками видов строений, перестроений согласно устава воинской службы. То есть, это первая ступенька к подготовке, с чем они столкнутся в армии. В смотре приняли участие четыре команды из трех покачевских школ и филиала Лангипасского политехнического колледжа. По семь человек в каждой. По итогам первое место заняли кадеты четвертой школы. Отдельную награду получил и уже знакомый нам командир звена. Абсолютно объединяем третьей программы «Политехническая подготовка». Уже пришел. Слуем Андрей. Второе место присудили колледжу. Третье у первой городской. На четвертом месте вторая школа. На будущий год победитель отправит своих сегодняшних десятиклассников на окружные соревнования. Так что на подготовку у ребят еще есть время. Андрей Роденов, Михаил Адвахов. Телекомпания «Ракурс. Город Покачи» специально для телеканала «Югра». Чтобы сделать развитие ребенка всесторонним, научите его играть в шахматы. Они улучшат концентрацию внимания, развивают память, а также логическое и стратегическое мышление. Интеллектуальный спорт очень нравится о элите. Юная шахматистка уже на протяжении года развивает навыки игры. На днях спортсменка участвовала во втором общегородском турнире по шахматам. У нас было по 10 минут партии. У каждого игрока по 10 минут. Я проиграла из-за времени. Играла с мальчиком. Он очень быстро играл, хорошо. Я даже не знала, как отвечать на ходы. Порой. И не замечала некоторых ходов. Но мат мне не поставили. Я проиграла из-за времени. В Нижневартовске продолжается реализация проекта. Гранта губернатора «Шахматы для всех». Накануне в городском шахматном клубе прошел турнир «Шахматы. Путь к дружбе народов», посвященный Дню Победы. В нем приняли участие 42 жителя города. Изначально наша проектная деятельность была направлена на взрослые контингенты участников. Поэтому детей мы сделали ограничение 13-го года рождения. То есть у нас дети от 9 лет, а взрослые есть очень почитаемые уже любители шахмат. 83-84 года самым старшим нашим участникам. По итогам турнира в общем зачете лучшим стал Горбачев Владимир. Среди ветеранов победу одержал Ильясов Венер. Из юных шахматистов наиболее опытным оказался Кобаль Нестер. Всем победителям, призерам и участникам турнира вручили призовую продукцию от Федерации шахмат. Но все же главная цель соревнований – не сколько выявить лучшего шахматиста, сколько популяризация этого вида спорта среди жителей Нижневартовска. Андрей Мургай, Рик Абдулганиев, Телеканал Самотвор. Новыми победами копилку достижений спортивной школы Нижневартовского района пополнила фигуристка Полина Кузнецова. На соревнованиях по фигурному катанию «Созвездие Югры-2022» она заняла третье место. На турнирах спортсменка выступает уже не в первый раз. На льду держится уверенно. Номер у меня был энергичный и веселый, потому что тренер говорит, что этот номер подходит мне под характер. У меня довольно все получилось. Просто техника была чуть хуже, чем девочка, которая заняла первое место. Прыжки одни из самых тяжелых, а вращение мне дается очень легко. Яркий, запоминающийся номер продемонстрировала еще одна воспитанница секции фигурного катания Анастасия Яковлева. Недавно она вернулась из Тобольска, где проходили очередные соревнования, в которых девочка заняла второе место. Высокие баллы фигуристка получила не только за сложную технику, но и за необычную идею номера. Я когда начала катать, я изображала царем, которая не хотела выходить замуж, и все отрицала. Настроение этого номера было «не хочу». Все было нормально, все, что задумано, все получилось. Выступление в соревнованиях позволяет спортсменкам набираться опыта и добиваться новых результатов. Выполнив определенное количество элементов, прыжков и вращений, фигуристки могут получить новый разряд. Полина и Анастасия с этой задачей справились. Мы подтверждаем и защищаем разряд. Сейчас у нас девочки катались по третьему юношескому разряду, они их защитили. Есть и девочки, которые еще не защитили. То есть впереди еще есть соревнования, куда мы поедем, чтобы девочки это все подтвердили. И уже переходим на второй юношеский разряд. Сейчас пока работаем, тренируемся. Своё мастерство на ледовой арене фигуристки оттачивают по несколько часов в неделю. Для таких интенсивных тренировок им необходимы особые коньки с профессиональным лезвием. В спортивной школе такие есть. Ими уже вовсю пользуются будущие чемпионки. Рита Кадыргулова, Эдуард Шарапов. Телевидение Нижневартовского района. Излучинск. Специально для Югра-24. Спортсмены серебряного возраста усердно отрабатывают движение. Стараются все повторить за инструктором до малейших деталей. Ведь в скандинавской ходьбе, как и в любом виде спорта, важна техника. Иначе никакой пользы. На мастер-класс собралось более двух десятков человек. Практически для всех участников такие занятия не в новинку. Многие давно и всерьез занимаются скандинавской ходьбой. У нас группа большая. Нам выдали палочки. Мы ходим постоянно и регулярно. Скандинавская ходьба доступна для всех. Начиная с любого возраста. Даже бабушки-едушки гуляют с палочками. Можно брать внуков, приучать их к этому. Инструкторы Дворца спорта отметили, что скандинавская ходьба даёт неоценимые возможности для сохранения здоровья и поддержания тела в отличной форме. И убедиться в этом лично смогли все участники мастер-класса. В их числе и Ирина Лучко. Мне вот 66 лет. Я как бы нормально себя чувствую для этого возраста. Конечно, это даёт здоровье. Это даёт позитив. Это даёт хорошее настроение. Это даёт подвижность сосудам. Не иметь лишнего веса. Так что я всем рекомендую заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. После небольшой разминки на свежем воздухе участники вышли на дистанцию со скандинавскими палками. Во время прогулки пенсионеры успели насладиться и красивыми видами новой набережной, и пообщаться друг с другом. Плюсов от таких мероприятий масса. Вот сейчас очень много людей переболели коронавирусом. Это тоже отразилось на здоровье. И куда-то ходить в спортзал, конечно, особенно людям пожилого возраста тяжело. А вот скандинавские палочки, ходьба с палочками и какие-то несложные упражнения – это дополнительное как стимул оздоровления для нашего населения. Почти ежедневно белоярские ветераны выходят на прогулки, чтобы зарядиться хорошим настроением и укрепить своё здоровье. Говорят, что ждут новых участников, готовых пополнить ряды любителей скандинавской ходьбы. Елена Воротникова, Данил Герцович из Белоярского. Специально для телеканала Югра.